всем доброго дня сегодня будем исправлять наверное либо чей-то косяк либо исправлять заводской какой-то недочет сантафе у нас 2 и 2 турбодизель 11 год жалобы на то что при движении при езде выхлопные газы попадают салон осмотрев визуально автомобиль вот здесь вот он наш хороший добрый и надежный 2 и 2 осмотрев я увидел что там есть сварочные швы то есть старые причем они эти швы не заводские это говорит о том что оттуда как удалили есть предположение что заварили плохо либо допустим лопнула рядом со сварочным швом может быть нету вины но может быть прокладку старую использовали или что-то еще допустим как с нижней вот нижняя прокладка это уже не заводская не штатная видно что здесь пропускала в двух местах это внизу в приемной трубы задача наша сейчас его оттуда вытащить проверить те швы которые там кто-то варил и либо зачистить исправить то есть сделать более широкий шов будем либо варить либо что-то с прокладкой расскажу об этих вот моделях у здесь кат стоит который в дизеле допустим цели чтобы снять и продать заработать какие-то деньги ну вообще нет то есть он здесь не стоит ничего это первое второе он не завивается никогда ну то есть вот уже спустя там там 10-12 лет то есть не нет ни одного случая у всех все прекрасно и попадает масло и топлива и ничего ему не бывает то есть все прекрасно работает только одни плюсы ну как только люди удаляют все во первых это резонанс в нем появляется повышенный шум а и также жалобы что при резком ускорении то есть вот двигатель идет какой странный звук я так думаю что то есть газы где-то пропускают поэтому и сам как когда мы диагностировали то есть под капотом если давать газу то чувствуется прям очень сильно газ там снизу я уже разобрал осталось только сверху вот сейчас снимут защитный экран здесь принципе в дизеле в дизеле найти неисправность очень просто то есть в дизеле сажа она виде краски как бы где лопнула или где пропускает прокладка сразу видно то есть об этом отчетливо черного цвета бывает не первый случай бывает лопаются именно даже рядом с заводским швом или что-то происходит допустим с выпуском из-за того что здесь есть большое количество кронштейнов вот один из них верхний то есть он поддерживает такой кронштейн на двух болтах крепится а снизу у нас может быть два или три штуки то есть по-разному зависит от года модели к 3 здесь у нас внизу два боков и сверху прикручиваются не очень удобно можно сказать сложно и поэтому многие считают что достаточно вместо четырех прикрутить два и вот вследствие вот этого резонанса потом откручиваются гайки лопается коллектор и все такое так ну принципе все сейчас осталось открутить три гаечки не знаю что делали может меняли турбину потому что на турбине да видно что гаечки тоже уже не штатные но турбину самому открутить не будем отлично и еще одно все отлично и вытаскивала теперь это а вот кстати вот этот кронштейн я не откручивал здесь я отвернул два болта а еще я столкнулся с тем что вот здесь я открутил карданный болт то есть болт с карданного вала то есть вот этот болт этот десятка 125 под ключ 12 это карданный болт а вот эти которые как раз вот у у нас скрепление вот отсюда короткие подключены на 14 такой же диаметром и шагом они у нас как раз то вот скрепление с кронштейнов нашего катализатора а вот здесь я вижу опять болт карданный просто как можно было перепутать довольно было сложно ладно поставим потому что на место ваше болтов хватало то есть вот он тоже это неудобный болт его не закрутили то есть проверяем коллектор мало ли кто-то не закрутил надо будет сейчас все протягивать вот здесь сверху две гайки одна снизу и бывает что еще отворачиваются на коллекторе вот здесь краю прям крайне и самые крайние болты или гайки то есть весь узел по выхлопной системе то есть просматриваем весь абсолютно сталкивался с тем что под этим теплоэкраном как раз на первом цилиндре откручиваются гаечки но в этом случае увы то есть там все прикручено видно что менялась турбина и вот здесь даже есть черный след у нас с геометрии выкидывал как-то прям вот именно вот здесь вот видно что из-под флажка геометрии выкидывает тоже сажу но я уверен что газы не оттуда вообще если допустим бензину мы выбиваем кат из бочки то резонанс будет ну такой прям очень сильный то есть ощущение что там ведро какое-то пустое то в дизеле такое случается крайне редко когда допустим ну не знаю плохо прикрученный что-то еще не ну всем так скажу шов сварочный конечно совсем совсем не очень вот единственное что я не вижу сварочный шов вот здесь сзади как он проварен и не вижу вот здесь поэтому будем спиливать смотрите заварил потому что опять мы не успели заснять так как человек ходил за кофе там так незначительно чуть-чуть еле-еле в одном месте пропускал она как бы основное то есть пропускает приемная труба вот под теплоэкраном на самой пропускала и пропускает еще через вал вгт но это уже не исправить там только за минуту турбин сейчас новые прокладочки будем прикрутим все кронштейны и также там еще звук издает шкив коленчатого вала дали нам добро на замену шкива коленвала с клиентом согласовали менять принципе его не сложно в моем случае еще легче потому что нету экрана то есть защитного если если у вас есть электро гайковерт или пневмогайковерт то его замена не составляет труда ничего не сложно сейчас надо ослабить ремешок и зафиксировать натяжитель надо было другой ключ взять это это ключ не подходит под санта-фе этот ключ подходит под sorento натяжитель оттягиваем и вставляем специальное отверстие специальное устройство ремешок снимаем такое ощущение что здесь такси забило грязью что ничего не хочет сниматься вот он ремешок сторонку убрали головка ударная 22 щеточкой немножко на рано почистить даже что головку не залезете попробуем иногда откручивается легко иногда плохо осознаем открутился сейчас надо будет там шайбу вычет она где-то там глубоко в грязи смотрите сальник коленчатого вала ну как бы в таких случаях когда мы сюда залазим мы его всегда меняем вот здесь он не бежал у нас дело в том что меняется он не сложно сменить его можно в любой момент то есть недолго это первое и второе он считается таким одним из надежных то есть он может проработать там еще и все 100 и 200 тысяч вот он ржавчина которая пошла он прям я уже показывал каком-то видео он прям вот вот этот как раз звук как будто что-то откручено вот он издает хлябает вот и лучше конечно все сделать на ранней стадии так воздухом я не буду отдуть чтоб не запустить туда грязь а вот очистителем брызну здесь немножечко выкинуть были случаи когда шкив при установке шкива слетала шпонка и шпонка падала вот выворачивалась я не знаю конечно как происходило просто так это же шпонка она же фиксируется на той шестерни ну у ребят как бы такое вроде как происходило просто аккуратно то есть смотрим где шов вот она шпоночка здесь и аккуратненько оставляем то есть не спешим есть когда шпонки полмесяца те шпонки как раз то вот боятся того что при установке она может вывернуться и выскочить и упасть на поддон нашем случае такого не случаях надо вытащить шайбу она где-то там он глубоко вот она вот все на шайбочку все это под болт коленвала болт коленвала не на какой резьбовой герметик не встает то есть не с завода не ставить это не нужно ничего делать вот а если же если же у вас нет ударной головки нет гайковерта тогда вам придется снять защиту между коробкой и двигателем где у нас прикручиваются либо гидротрансформатор если коробка автомат то там есть болтик на 17 самое простое все спрашивают как фиксировать просто мы вставляем просто головку вот так или допустим вставляем накидной ключ туда же вставляем то есть один кто-то придерживает 2 отсюда откручивает болт если же у нас механика то болтов между коробкой не их нет зато там стоит двухмассовый маховик вот и в мы видим есть отверстие в которое можно вставить монтировочку тоненькую вот примеру как у меня сейчас была вот то есть тонкую монтировочку можно вставить ремешочек конечно тоже не совсем хороший но как бы у нас нам добро не дают на замену как бы сказали потом все это сделается ну пока он не свистит не полопался то есть полностью ничего критического нет вроде бы как хотят сменить полностью с роликами когда придет время сейчас возьму пневмо этот зачистил плоскость то есть под новую прокладку просто вот такой прокладкой я не встречался никогда и скорее всего устанавливали новую но не знаю часто вот здесь окалина остается и потом пропускает прокладка у нас будет вот такая новая и верхняя новую тоже сейчас дадут то есть верхняя у нас вот такая будет сейчас санта фе приходила уже по рекомендациям которые были указаны пришла на где-то спустя там 10 дней после того как она была на диагностике у нас и у нее был плохой запуск напомню что у данных двигателей то есть есть такая проблема как шина свечей накала вот она новенькая поставила и буквально 10 дней на прошла то есть свечи накала все были целые просто сменили шину и сейчас вот спустя 10 дней то есть спросил у клиента все работает все заводится как бы без проблем писать здесь вот по поводу того что сейчас делалось во первых будьте готовы к тому что если мы делаем одну работу то может попасться что-то еще как здесь допустим тот же шкив коленчатого вала то есть мы сменили у кого-то трубочка у кого-то что-то часто бывает подтекает трубка как раз подачи давления масла то есть сопутствующие какие-то вещи допустим где-то там они идет дополнение как я работа так и запчасть а где-то допустим только лишь нужно приобрести запчасть мы допустим разбираем один узел и там же находим какие-то неисправности ну и вот чтобы подобного не происходило то есть если вы где-то обслуживайтесь каком-то из тех центров то есть у них принцип разобрал собрал вот у нас это немножко иначе то есть если даже мы разобрали и нужно собрать через месяц через год или допустим вы привозите машину разобранную то есть каждый из ребят здесь работающих точно знает где должен стоять был какой он длины какой шаг резьбы и то далее то далее то есть вот в этом есть огромный плюс то есть если вы обслуживаетесь тех-центре именно тот который занимается допустим киев фундай то вот эти все нюансы сразу видно то есть если попробую сейчас запустить послушаем вообще что тут как у нас а еще момент один момент также были жалобы прошлый раз на регулятор давления топ регулятором вроде бы как обговаривалось что будем менять вместе здесь прокладкой на турбине но в этот раз что-то там с ценой очень дорого он поэтому отказались поэтому сейчас будут плавать обороты не пугайтесь сейчас почти ровно работа не вот 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 то есть если у вас до двигателя вот так плавают обороты на холодную на горячую как правило это регулятор давления топлива работает сейчас не ровно ну посторонних звуков я никаких не слышу то есть ничего нету ну вот этого резкого не нету то есть запаха теча нет посторонних звуков нет ничего не слышно то есть не скива коленвала нет ремня не от роликов то есть никаких свисток ничего сейчас нету надеюсь что все устроить а вот смотрите видите вода сизой дым сзади меня идет то есть вот это топливные форсунки сейчас работают не корректно неправильно и это не говорит о том что они неисправны или там свечи накала неисправны то есть подобное подобное происходит вследствие неравномерного давления топлива то есть топливной рамки то есть вот когда у нас как раз и проблемы нарушения с работой регулятора происходит вот такое то есть работает неровно давление сильно скачет я за не справляется она то льет то дает мало то есть поэтому у нас все и получается идет вот этот сизый дым опять же если у нас был бы саживает там евро 5 евро 6 то есть уже где с мочевины то этого дыма вы можно сказать практически бы не было но так как трубе оттуда все убрали поэтому ну то что есть то имеем так ну все закончим у нас осталось из рекомендаций сменить регулятор и принципе а пробегом самое главное пробег пробег я прошлый раз тоже не посмотрел пробег у нас сто восемьдесят пять шестьсот шестьдесят пять очень даже похоже потому что крышка цепи играем и и клапанная крышка то есть заводской лежит шов герметика то есть не скрывалась поэтому вполне возможно чтобы пробег не скручен ну все на этом заканчиваем всем до новых встреч пока где все на самом деле и и и и и и Продолжение следует...